Для нашего мастер-класса нам потребуется 9 плиток размером 10 на 10 сантиметров, можно взять керамический или из МТФ, акриловая краска цвет оранжевый или таракотовый, можно взять кирпичный оттенок, оливковый металлик, трафариты с цветочным сюжетом, линер, контур оливковый, можно в принципе взять тоже любой, какой у вас есть, и краски пини, оттенки мандарин, киви, какао и античное золото. Нам надо покрасить плитку так, чтобы получилось три разных варианта окрашивания. Я взяла два цвета таракотовый матовый акрил и акрил металлик оливкового цвета. В первом варианте краску используем в равных пропорциях. Получается вот такой коричневатый оттенок. Во втором варианте основной цвет будет таракотовый. Окрашиваем также три плиточки. Плитку я окрашиваю с помощью поролоновой губки в одном направлении. В третьем варианте основной цвет оливковый. Я взяла металлик Эван Спинеренс М32. Но можно взять обычную кредовую краску. Главное, чтобы оттенок был ближе к тёплому зелёному. Если у вас просвечивает фон плитки, как у меня, я добавила немного золотой краски. Просто смешала его с таракотовым и покрыла ещё раз. Так как металлики более укрывистые по сравнению с обычным акрилом. Вот такой фон у нас должен получиться в итоге. После того, как краска высохла, начинаем подбирать трафареты для рисунка. Я выбрала такую растительную тему, цветочки и листочки. По акрилу удобно рисовать обычным линером. Для тёмной поверхности лучше использовать светлый линер, а для светлой, соответственно, тёмный. Если вдруг где-то накосячили, можно подправить линию обычной ватной палочкой. Она очень легко стирается. Теперь нам надо прорисовать все линии контуром. Я взяла оливковый цвет, производитель Тайвер. После того, как контур подсохнет, это не менее 2-3 часов, мы можем приступать к работе с красками пения. Я взяла для работы следующие оттенки. Мандарин, киви, античное золото и какао. Краску наносим хаотично. Не льём в одно и то же место. В итоге мы должны добиться интересного эффекта пятнистости и подтёков. Там, где много краски, можно аккуратно веерной кистью распределить по плиточке. В итоге мы добились интересного декоративного эффекта. Этот приём можно использовать абсолютно на любой поверхности, как на керамике, так и на дереве и на металле. Научившись работать с красками и вон спине для создания эффекта металла и химической патины, вы откроете для себя большие возможности в творческой сфере. Абсолютно неважно, умеете ли вы рисовать. Во-первых, вы всегда сможете воспользоваться трафаретами. Огромный выбор, подобранных по разным тематикам трафаретов, вы сможете приобрести в интернет-магазине HeadMyDecor. Найти обучающее видео или получить консультацию по любым материалам бренда Evans вы можете на сайте eansari.ru Подписывайтесь на нас в соцсетях. Творческих успехов! Продолжение следует...